Все произошло 26 мая в 10 утра во дворе на улице Рыльска. Вячеслав Гуркин был на работе и самого пожара не видел. Нерадостную новость по телефону сообщили соседи. Подошел на место, то есть было разбито лобовое стекло, было разбито боковое стекло. Судя по своим личным выводам, вот вся проводка в салоне абсолютно целая. Автомобиль не был оборудован никакой сигнализации, то есть, соответственно, центральный замок. На первый взгляд пожар начался в районе воздухозаборника, куда, говорит Вячеслав, вполне можно было бросить что-то воспламеняющееся. Двигатель не пострадал, зато салон придется полностью менять. Пластмассовая панель, приборная доска и потолок просто расплавились. В данный момент машина не на ходу, то есть моторный отсек в принципе живой, так как электроника вся сгорела. Ущерб подсчитывали, то есть это район 50 тысяч. За последние полгода Вячеслав уже третий пострадавший среди членов Самарского союза десантников, чья машина сгорела. Первый трагический случай произошел в октябре прошлого года. Во дворе на Мичурино загорелся автомобиль создателя и бывшего руководителя Самарского союза десантников Виктора Калиничева. При попытке потушить машину мужчина погиб, не выдержало сердца. 11 января этого года на улице Урицкого возле парка Щерса вспыхнул припаркованный внедорожник, принадлежащий Петру Троиглазову, который также является членом Самарской региональной организации союза десантников. К счастью, обошлось без пострадавших. Экспертиза показала причиной возгорания в обоих случаях стал поджог. Подозреваемых до сих пор нет. Говорить о поджоге пока рано. Причины возгорания этого автомобиля будут также устанавливать пожарные и следователи. На экспертизу идет примерно 10 дней. Тем временем десантники проводят собственное расследование. Они опрашивают жильцов и ищут очевидцев. Покою не дает единственный факт, что за последние полгода это уже третий сгоревший автомобиль. Совпадение это или нет, пока остается только догадываться. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.